И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – Медицинский центр «Призма». А у нас в студии сегодня Артем Петренко, он заместитель директора Института развития инноваций. Артем, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Артем, я должна нашим зрителям приоткрыть тайну, что недавно у нас была в гостях Наталья Глоба, и мы говорили о разных стратегических вещах. И Артем написал нам в продолжении дискуссии, и поэтому сегодня он у нас в студии, и поэтому мы продолжим дискуссию о стратегических для Украины вещах. И вот, признаюсь честно, мы обсуждали с Артемом, какие темы для него важны, и он сказал, что тема, что нужно, чтобы Украина развивалась быстрее, для него очень важная. Эта тема важна и для всей Украины, и для всех украинцев, и даже практически для всех зрителей Укрлайф ТВ, поэтому с нее давайте начнем. И так что нужно сделать, чтобы Украина развивалась быстрее. Я вот не знаю, быстрее или просто развивалась? Ну давайте сначала просто очеркнем, в какой мы ситуации находимся, чтобы понимать, куда двигаться. Нужно вот ясно понять, что со времен обретения Украины независимости, с 90-го года, условно говоря, мы производим меньше продукции, то есть где-то 67%, примерно 66-67% по прошлому году от уровня 1990-го года. Это, конечно, не означает, что у нас все стало хуже. Это не означает, что все параметры человеческого развития, которые определены международными критериями, международными рейтингами, международными стандартами, что все стали хуже. Но мы точно понимаем, что цивилизационно Украина, которая в 70-х годах была в топ-20 лидеров технологического развития, сегодня находится, ну понятно, сложно отделить, конечно, Украину от Советского Союза, и это тоже нужно понимать. Но тем не менее, те школы, те производства и те технологические цепочки, которые существовали в Украине, конечно, они были связаны с другими республиками Советского Союза, но тем не менее, они были на самом высоком международном уровне. По каким-то позициям мы опережали другие страны. Поэтому, а что говорит, допустим, та же стратегия Европейского Союза, утвержденная в 2017 году? Что технологическое развитие — это ключ к процветанию наций. То есть, и это записано во всех стратегиях всех успешных стран. Успешных в том смысле, что высокий уровень жизни большинства населения. Ну в наших-то программах тоже, наверное, это было записано периодически за эти 30 лет? А вы знаете, нет. Вот нет. В каких-то были, конечно, какие-то, но я вам сейчас расскажу по программам, что в них где было записано. Сначала давайте еще раз вернемся, в какой мы ситуации находимся. За эти годы, с 90-го года, ну я точно хорошо помню, так как у меня родственники занимались, были инженерами, металлургами и так далее, и так далее. Как элита советская, украинская элита, а я имею в виду в первую очередь инженерная, потому что это и есть основа на самом деле. Вот мало, ну в Украине сегодня и последние годы, мало кто об этом говорит, что один из рейтингов, один из показателей успешности наций — количество инженеров на душу населения. Количество ученых на душу населения. Количество статей в мировых СМИ на душу населения и так далее, и так далее. То есть в международной литературе это сплошь и рядом. Просто наш хутор, к сожалению, наш дискурс, к сожалению, публичный, не говорит об этом каждый день. И это проблема. То есть мы говорим там, что сказал Байден, хотя, ну, надо понимать, что слова политиков — это ни о чем. Как говорил недавно у вас в студии, по-моему, Безяев, что надо смотреть на дела политиков, а не на их слова. А журналисты этого почему-то не понимают и начинают обсасывать ничего не значащие слова. Но вернемся к, где мы находимся. Так вот, наша украинская элита относилась, ну, скажем так, сверху вниз смотрела даже на всех соседей по Варшавскому блоку. То есть мы ездили в Болгарию строить заводы, учить, я имею в виду металлургические, машиностроительные, учить персонал и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, как Советский Союз, ну, или украинская научная элита смотрела на Китай, и уж точно весь мир смотрел сверху вниз на африканские страны. Мы дожились до того, что некоторые африканские страны, например, как Бацвана или экваториальная Гвинея, опережают нас серьезно по уровню на душу населения, ну, то есть доходов на душу населения. И последние годы ряд африканских стран дают показатели, ну, сравнимые с азиатскими тиграми по темпам развития. То есть мы отстаем уже вообще, ну, от самого, ну, то есть уже можем не попасть в этот поезд последний, ну, африканский, да, понимаете? Ну, где, скажем так, Китай и его стратегия распространения своего экономического влияния в мире помогает африканским странам в экономическом развитии, в модернизации. А теперь посмотрим, а вот когда Зеленский пришел к власти, я написал такую, можно сказать, программную статью о том, где мы находимся, и почему это шанс для, ну, там, один из последних шансов для Украины, ну, как-то поменять этот тренд вниз. Ну, потому что надо говорить правду. Вот мне когда там таксисты спрашивают или там мы с учеными дискутируем, а я всегда говорю правду, поймите. Надо сначала, чтобы начать двигаться, надо говорить себе и народу всем правду. Мы идем вниз. И от наших с вами усилий это не значит, что надо всем там уехать, да, нет, уж точно нет. Но от понимания правды зависит, насколько мы качественно построим свое будущее. То есть откуда мы стартуем и куда мы хотим прийти. Соответственно, то есть это плюс, то, что мы понимаем, в какой ситуации мы находимся. Почему плохо технологически отставать? Потому что сырьевые товары, которые мы продаем на мировом рынке, они, вот наша все динамика ВВП, посмотрите, Эрик Найман очень красиво это показывает, просмотрите его видео некоторые. Или Сергей Кораблин, экономист, если кому интересно, прекрасно показывает, насколько украинские кризисы и украинские вообще колебания производства, ну то есть ВВП, связаны с сырьевыми ценами на сырьевые товары, на товары нашего экспорта. То есть такие страны, они зависимы, во-первых, от этих колебаний, а во-вторых, Сергей Кораблин ярко показал, что рост цен на импорт и зависимость от импорта, от сложной продукции, от автомобилей, ноутбуков, смартфонов и так далее, и так далее, и даже от станков, которые мы там закупаем, она больше, то есть, грубо говоря, мы тратим больше в эти вроде бы тучные годы, чем зарабатываем. Ну это если очень просто, да, если очень упрощенно. Соответственно, все эти недоимки мы закрываем долгом. Вот и все. То есть это если очень упрощенно. Поэтому пока мы не построим научные школы, начинаем, потом, соответственно, производство новое, и чем сложнее, то есть главная цель наша должна быть, это не там, не знаю, НАТО, ЕС, язык, это все важно, но не настолько. Самое важное для нас это построить технологичную и сложную экономику. Это значит больше отраслей, больше производства. У нас каждый год количество того, что мы производим, количество отраслей уменьшается. Ну там есть некие там всплески позитивные, но на общие тенденции они как бы слабо влияют или не так, как нам бы хотелось. Соответственно, чем сложнее будет экономика, тем она будет стабильней, ну и понятно, тем мы будем богаче. Ну то есть, как говорится, лучше продать тонну смартфонов за 6 миллионов долларов, чем тонну руды за 170 или даже за 300 долларов. Ну вы понимаете, о чем идет речь, и вы понимаете, сколько труда, и насколько эффективный труд, и насколько он лучше оплачивается, если мы производим смартфоны. Хотя смартфоны, это тоже, ну грубо говоря, уже в новом технологическом глади будет, ну скажем, чуть ли не сырье. И даже автомобили чуть ли не сырье. А вот допустим, аккумуляторы к автомобилям, новые, емкие аккумуляторы, да, это уже серьезно. Ну вот давайте, чтобы понимать, рынок зерновых в мире, это 400 до 400 миллиардов долларов всего лишь. И он насыщен, да. Поэтому те, кто говорит, что мы там супераграрная держава, мы там все-все-все за счет этого будем жить, нет. Ну то есть, грубо говоря, этого недостаточно. То есть, чтобы жили несколько олигархов, ок, да, они будут жить. Чтобы это как-то позитивно влияло на ситуацию с торговым экономическим балансом, ок, но этого недостаточно, чтобы весь народ жил нормально. Ну вы понимаете. Да, мы это должны использовать. Да, мы должны эти деньги вкладывать в переработку и создавать для этого условия. Давайте еще раз вернемся к тому, что будет через 30 лет, допустим. С Украиной или с миром? Чтобы понимать, куда двигаться, нужно понимать, где мы находимся. Мы, мир входит в новый технологический уклад, а это всегда кризисы, это всегда конфликты, и это всегда, ну это такой большой переход, фазовый переход, так называемый. И в его процессе количество конфликтов, войн и катаклизмов увеличивается. Это всегда так. То есть, ну грубо говоря, если в прошлые годы или в прошлые разы, или в прошлые два раза, мир решал свои проблемы, и, скажем так, ну вот когда замкнутая система доходит до какого-то своего уровня, когда уже некуда развиваться, то начинаются какие-то новые перемены, либо технологические, либо, ну и технологические, и они сопровождаются взрывами. Ну это две мировые войны. Соответственно, что потом произошло после мировых войн, большая часть населения Земли уже была готова работать задешево за еду. Это первый, и это фактор роста. Дешевая рабочая сила, это фактор роста. Все работают, и все работают хорошо. Ну, да? И второй фактор роста, все разрушено. Ну все старое разрушено, ну или все разрушено, да? И все, следующие 20 лет все отстраивается, ну или там 5 лет, да, 10 лет. Отстраивается современное, новое на новых технологиях. Вот вам скачок. То есть 20 лет, золотые десятилетия, они же не просто так названы после Второй мировой войны, да? Весь мир рос, потому что он обновился. А что сейчас мы видим? Мы видим, что развитые страны не развиваются. Почему? Потому что они уже достигли уровня доходов, они достигли уровня расходов, они достигли большого уровня долго, ну некуда уже. То есть вот некуда уже, ну либо войну всех убить, ну часть убить и часть разрушить, а либо много маленьких конфликтов, долго, то есть ужас без конца, да? На самом деле он не будет без конца, конечно. То есть это некие законы жизни, которые как законы физики невозможно обойти, обмануть. То есть если мы будем прятаться за мову и все остальное в нашем хуторе, а мы просто начнем вымирать быстрее, чем это происходит. То есть если коротко подводить, вот то, что вы сейчас сказали, какую-то такую небольшую черту, даже не вывод делать, а просто черту, да? То получается, что для рывка нужны какие-то такие радикальные турбулентности. Я вот не буду говорить там войны, но вот какие-то участия... Это всегда вызов. То есть мы можем погибнуть, условно говоря, да? И это всегда возможность. Мы можем собраться и... Ну другое дело, есть ли для этого условия? Потому что, приведу пример, когда развивалась Южная Корея, Япония и та же Германия, то была совершенно другая ситуация. США как гегемон и самая сильная страна в мире. Ну так получилось, что она сильной стала даже после Первой мировой войны, а после Второй мировой войны так подавно. Она владела всеми долгами и так далее, и так далее. Ну я имею в виду Европой, руководила полмира. Но что очень важно, у нее элита написала стратегии захвата мира, и Наталья Глобова в эфире сказала, что они это писать стали во время войны, или сразу до войны, что это писали, словно говоря, в Пентагоне. Нет. Это писали их олигархи. Так, ну... Так, это интересно. Назовем, да. Они наняли огромное... Ну, несколько мозговых центров, и они им писали эти стратегии. И они были очень амбициозны. И поэтому... То есть сначала ей было слово. Сначала была амбиция элиты. Конечно, она базировалась на том, что они уже были богаты, они уже были транснациональны, они уже имели колоссальные ресурсы. И, грубо говоря, те же Рокфеллеры... Один из Рокфеллеров дослужился до вице-президента США, да. Но, тем не менее, их влияние на мировую историю, там, в сотрудничестве с Киссинджером, ну и так далее, в Жерезинске и так далее, и так далее, и так далее, было огромным. То есть колоссальным. У них была эта амбиция. Сегодня ситуация другая. Кардинально другая. Например, в чем она другая? Из этих я не говорил. А с другой стороны, был Советский Союз, который доминировал с другой стороны. Сталин и его, ну скажем так, модернизационный проект, который был страшной кровью, но тем не менее, он сделал из отсталого, разваливающегося Российской империи достаточно мощную страну, которую мы до сих пор не можем никак развалить. И были построены такое количество. Конечно, цена была страшная. Я имею в виду голодомор, я имею в виду репрессии и так далее. Но давайте просто без, ну как бы эмоций, это факты, без плохо или хорошо. Мы получили передовую в индустриальном и технологическом плане страну. Я имею в виду в том числе Украину, как часть этой империи. И поэтому я абсолютно поддерживаю там разных аналитиков, ну там того же Арестовича, который говорит, что надо принимать и плохое, что было и хорошее от Советского Союза. И если мы это все примем и качественно осознаем и поймем, что мы, собственно, участвовали в этом, в создании той же Российской или там Советской империи. Соответственно, мы, ну все это надо понимать и сегодня ситуация почему другая. А, я не договорил по поводу того, что почему тогда было. Это противостояние определяло все, что происходило в мире. То есть США всеми возможными способами мы вычищали российское влияние в той же Японии и в той же Южной Корее. Ну в Южной Корее, например, война, они воевали за Южную Корею. Потому что, ну формально они назывались войска ООН в 50-х годах, да, но это, конечно, основа были войска Соединенных Штатов. Да, им сильно там помогали. Япония заработала очень много, ее промышленность и ее морской флот, ее логистика вся была на Японии, конечно. Но, тем не менее, все там подразделения других стран, они были минимальные, все это были войска Соединенных Штатов. То есть они воевали за эти страны. И это надо понимать. То есть американская элита была сплочена вокруг того, что они боролись с Советским Союзом. А теперь совершенно все по-другому. Нету этого сплочения Запада, нету этого контроля Соединенных Штатов. Тогда они просто, грубо говоря, в той же Японии даже, не знаю, платили и содержали различные такие националистические группировки, как, кстати, Советский Союз в других странах. То есть это было, это не значит, что одни были хорошие, другие были плохие. Нет, они действовали одинаковыми жесткими методами, убивали политических противников. Там на съезде в Японии был убит социалист, просто вот прямо на съезде, каким-то там националистам, условно говоря, японским и так далее. То есть это все было и зачистка политического поля, но была помощь экономическая в реформах. И она была кардинально другой, кардинально больше, чем сегодня. И уж точно больше, чем мы это получаем в Украине сегодня. Поэтому ситуация поменялась. Нам не будут так помогать, просто потому, что мир другой. Не потому, что мы хорошие, просто интересы не совпадают так, как совпадали тогда. Давайте вернемся еще раз, что будет в будущем. Нет, давайте вернемся к некоторым уточнениям из того, что вы сказали. Да, давайте. Вот вы сказали, что сейчас сначала были амбиции элит. Сейчас ситуация другая. Так вы сказали. В чем сейчас ситуация другая? Элиты перестали быть амбициозными? Во-первых, штаты перестали, у них внутриполитическая ситуация сильно другая. У них есть противостояние, и это весь мир чувствует. Просто символ взятия, хотелось сказать, рестага, символ взятия Капитолия, это же не просто так. То есть, это влияет очень сильно на восприятие штатом всем миром, как противниками, соперниками, так и союзниками. И это противостояние, то есть, оно не настолько сильное, как кажется, это по телевизору, но оно все равно достаточно для того, чтобы заниматься внутриамериканскими проблемами, я имею в виду администрациям. Любой президент, какой бы он ни был, он больше занимается внутренней повесткой в США. И это просто определяет ситуацию. Да, у них есть базы по всему миру, у них есть вооруженные силы, но нету этого консенсуса элит, они борются больше между собой, и это ведет собственно к тому, что они уходят постепенно из Афганистана, Сирии. Было такое интересное, что происходит в мире, это очень хорошо показали голливудские сценаристы в фильме «Родина», или я не помню, как он там назывался на английском. Это вот этот долгий сериал, сериал, да, о спецслужбах от СРУ. И когда на заседании штабов, он просто очень ярко показывает, что на самом деле происходит в мире. Заседание начальников штабов в США и обсуждают, что происходит в Сирии, вызывают руководителя спецопераций по всем ближневосточным регионам и спрашивают его, вот скажите, а что вы думаете относительно нашей стратегии в Сирии? Кстати, это еще было до горячей фазы войны в Сирии. А этот фильм вышел. Он так думал полминуты. Он говорит, а у нас что, есть стратегия в Сирии? А вы понимаете, когда у вас нет цели, вы ни к чему и не придете. То есть вы только проиграете. Ну, или вы плывете по течению, или вы даже плывете против течения, как очень ярко сказала Наталья Глоба, а у вас в эфире. Но вы проигрываете в любом случае, потому что у всех остальных или у большинства остальных есть эта стратегия. Еще тогда есть один вопрос, и мы пойдем дальше. Вот вы очень интересно обозначили, что было противостояние. Вначале были амбициозные американские элиты, которые сталкивались с амбициями Советского Союза, и в этом столкновении рождался какой-то прогресс. Вот если я коротко перефразил, за что вы сейчас сказали. Означает ли это, что в современном мире тоже должно быть какое-то столкновение двух миров систем пониманий, чтобы снова начался какой-то прогресс. То есть, насколько сегодня деление мира на один и другой лагерь важно не просто с точки зрения отстаивания каких-то интересов страны, а с точки зрения даже какого-то экономического, технологического прогресса. Не знаю, потому что вот эта интересная вещь, которая прозвучала от президента Байдена, когда он сказал, что весь мир сейчас условно делится на демократические страны и на авторитарные. Вот эта попытка разделить, эта попытка создать два таких мира, которые в конкуренции, в столкновении, в противоречиях будут находиться, и это создаст толчок какой-то. Об этом речь нет? Нет. Ну да. Смотрите, почему это было не только на противостоянии, на соперничестве. Конечно, соперничество рождало гонку тех же технологий, да, или подстегивало гонку технологий. Но я говорил о другом, о том, что штаты прямо ставили себе за задачу поднять технологический уровень промышленности партнеров Японии, Южной Кореи и Германии. То есть, они сделали ставку на них, и это принципиально важно. То есть, они помогали технологическому развитию партнеров. причем очень серьезно. Я вам приведу пример. Я дискутировал много раз последние годы, консультируя финансовый комитет парламента, ну, с международными финансовыми организациями, по поводу того, что они настаивали на том, что мы должны все госбанки продать, а я говорю, ну, стоп, а в Южной Корее вы же советовали, и вы настояли, то есть, Всемирный банк и МВФ настояли на создании банка развития и на создании, и финансировали этот банк развития и дали толчок развитию южнокорейской промышленности тем самым. Ну, понятно, дешевые кредиты и компенсация части инвестиций, ну, огромная поддержка была в Южной Корее технологическому развитию, созданию новых отраслей промышленности, ну, Samsung и так далее, которые сегодня завоевали весь мир. А на что они говорят, нет, нет, сегодня это у вас не актуально, у вас укрытся. Я говорю, стоп, в Южной Корее коррупция была не меньше, а то и больше. На это у людей нет ответа. Не-не-не, это не актуально. Почему не актуально? Никто не говорит. А я не говорю, то есть, 90% того, что советуют международные финансовые организации, нужно и важно выполнять. Я могу приведить кучу примеров. Ну, как мы отстаивали в том же Вашингтоне, чтобы не давили на Порошенко, которому наплевать было на финансовую реформу. И все его отношение к финансовой реформе выразилось в известном разговоре «Каких тебе еще, блин, реформ не хватает?» Если вы помните. Ну, да. За что я, собственно, и всегда не любил Порошенко, потому что ему было плевать на людей, на реформы, как сказал очень правильно Зеленский. Так вот, и за что, кстати, готов поддерживать Зеленский, потому что ему не плевать. Другое дело, правильно он делает или нет, это отдельный вопрос, это отдельная дискуссия. Ну, хотя во многом правильно, но там, как для меня, всегда недостаточно. Но, тем не менее, вернемся к этой теме, что сегодня происходит. Попытка Байдена объединить весь, скажем так, демократический или свободный мир, это попытка вернуться все-таки в прошлое. Она правильная, конечно, но получится ли это, точно нет. в перспективе там нескольких лет, да, это даст позитивные результаты с моей точки зрения, но в перспективе 10 лет, не думаю. Ну, то есть, мир невозможно остановить, то есть, невозможно этот переход и конкуренцию всех со всеми. Есть те участки, этим надо пользоваться, где интересы совпадают, это, кстати, относится к Украине. То есть, когда одни говорят, нет, мы должны на Запад плюнуть, он нас не любит, не поддерживает, и там плюет на наши интересы, а другие говорят, нет, нет, мы должны только с Запада, потому что у нас нет другого выхода. И то, и то неправда, и то, и то неправильно, и то, и то базируется на, ну, скажем, на каком-то детском и инфантильном отношении к миру. И вот здесь я возвращаюсь к главному своему тезису. Сначала мы должны построить планы по каждой отрасли, где мы хотим, а какой рынок захватить, исходя из анализа ученых, что будет перспективно, будем мы батареи строить и разрабатывать для электромобилей и для электростанций, и сможем ли мы вклиниться в этот рынок. Может ли сегодня кто-то в Украине это разрабатывать, потому что я вот внимательно за вами записывала, вы сказали, что очень важно вначале создать научные школы, затем новые производства и таким образом прийти к экологически сложной экономике. Но ведь это по-настоящему на это нужны, ну, я даже, ладно, не десятилетия, но годы. Ну, вот невозможно построить научные школы и новые производства очень быстро. Я сейчас отвечу на этот вопрос, я договорю. Так вот, мы должны сначала построить этот план, а потом разговаривать со всеми партнерами и даже противниками, соперниками. Вот здесь, то есть вот только исходя из этих интересов, с главной цели, почти как мы станем сильными. То есть, грубо говоря, когда мы будем богатыми, все остальные сразу нам станут помогать и с нами сотрудничать. Вот это надо понимать. Цель стать богатыми и сильными, а потом уже с кем дружить. Ну, то есть, грубо говоря, и в этом это должен быть приоритет. То есть, если мы говорим, ок, нам нужен кредит, но мы, вот наши условия, вот наши цели, и честно вам не говорить, вот здесь мы хотим построить вот такие отрасли. И нам все равно, что вы там, грубо говоря, хотите, вы там нам, условно говоря, поменяете президента, расскажете всем о его счетах, нам плевать на это. Мы выберем другого президента, но эту отрасль мы построим. Мы все, грубо говоря, я сейчас утрирую, готовы терпеть какое-то время, но мы построим отрасль, и будем жить богато. Вот если мы будем всегда думать только об этом, то понятно, что мы должны разговаривать и показывать другим странам, в чем их интерес и в чем наши интересы совпадают. Сегодня наши интересы, условно говоря, совпадают, и европейские лидеры хотят, грубо говоря, войти в историю, получить Нобелевскую премию мира за окончание войны, и американский президент хочет эту проблему решить и показать, что он влиятельен в мире, что он еще объединяет весь свободный мир, ну и так далее. Вы понимаете, да? То есть мы должны этими окнами возможностей пользоваться, в том числе мы видим, что, грубо говоря, некие, ну скажем, намеки на то, что, ну скажем, Россия ради каких-то, ради того, чтобы сесть за стол с сильными мира, всего, возможно, хотя, ну не факт, ну не факт, да? Но есть некие намеки, которые, что ради этого она на определенные уступки пойдет. То есть это отдельная тема, сейчас не хочу об этом говорить, а просто к тому, что эти окна возможностей надо всегда пользоваться и выжимать из всех, из любых партнеров и из любых соперников то, что нам выгодно для того, чтобы построить свою экономику и стать богатыми, ну сильными, да? Но я имею в виду богатыми не пять семей, а все общество, то есть весь народ. Это очень важный момент и это во всех стратегиях обязательно должно быть. Возвращаясь к тому, что будет завтра в мире, а завтра в мире, и Наталья Глобова вам хорошо это показала, что начиная даже от демографической модели Капицы, которой, ну, занялся великий математик, Нобелевский лауреат в конце своей жизни занялся этими моделями, математические модели к демографическому развитию страны, что где-то к 50-му году население мира может очень сильно сократиться. То есть в его модели, то есть любая закрытая система, а пока мы не улетели в космос, мы закрытая система, она доходит до какого-то момента и начинает резкое падение численности в данном случае населения. То есть, грубо говоря, может быть там с 10 миллиардов, до которых мы достигнем, или с 9 до 1 миллиарда. А это, ну, то есть это в 100 раз больше, чем мы потеряли 70-80 миллионов во Вторую мировую войну. Это не факт, что так будет, но такая вероятность есть. И многие его там последователи и критики, в общем-то, это тоже отдельная история, но тем не менее. Те ускорившиеся климатические изменения, сокращение пассивных площадей и увеличение количества болезней, не важно, на самом деле, пандемия была вызвана искусственным вирусом, а мы понимаем, что начиная где-то с начала прошлого десятилетия уже в официальных источниках уже зафиксирована возможность влияния. Я когда изучал в 8-м году или там в 9-м предыдущий, там, калифорнийский грипп, еще не было такой возможности. Сейчас я вижу, что давно уже есть такая возможность, и ученые опубликовали исследования, что они могут вмешиваться и корректировать гены, соответственно, вносить изменения, соответственно, и вирусы тоже. Соответственно, такая возможность теоретическая уже есть. И мы, то есть, неважно на самом деле эти пандемии рукотворные или они вызваны изменениями климата, изменениями окружающей среды, но тем не менее мы понимаем, что эти угрозы нарастают. И в сочетании с войны всех против всеми, или соперничества всех против всеми, потому что, опять же, интересы той же Британии и США совпадают не во всем. И новые амбиции с ослаблением США, с уходом из разных сфер, из разных регионов в мире, с Афганистана, Сирии и так далее, они, и амбиции Турции, и амбиции, ну, я уже не говорю про Китай, и других стран, ну, в том числе России, они же вырастают, и возможности вырастают. Соответственно, эта большая игра, так называемая, от противостояния холодной или там двухполесной, или она все равно приведет к большому количеству конфликтов. И в этой ситуации без стратегии, возвращаясь к самому главному. Стратегии для страны. Для страны. Невозможно. И мы ее обязаны иметь. Вы говорили, что было много стратегий за многие годы. Это правда. Это не так. Ну, точнее... Артем, знаете, у нас осталось всего 10 минут, и я жалею, конечно, что надо было больше времени нам с вами спланировать. Давайте вот попытаемся в 10 минут. Вот это очень важно, то, что вы будете говорить. Стратегическое планирование на самом деле определило то, что за 30 лет СССР стал великой технологической державой. Да, цена страшная, но тем не менее. Неправда, что... Или там существует какое-то ошибочное мнение в нашем сегодняшнем публичном пространстве, что там мир как-то плохо к этому относился. Нет. Большинство интеллектуалов в мире были восхищены результатами. Они не до конца знали цену, но тем не менее. Но чтобы вы понимали масштабы и почему Советский Союз выиграл в войне, это не только потому, что были танки-пушки и, ну, скажем так, самоотверженность народа. И это правда. Самоотверженность народа была и в тылу. Я вам приведу один пример. Мой дед был руководителем Запорожстали в тот момент. Его застала... Во время Второй мировой войны? Война застала, когда он покупал в Германии оборудование для Запорожстали. А Запорожсталь тогда это был единый комплекс Днепрогресс. То есть это целый город. Его поменяли на высокопоставленных дипломатов немецких. Вернули в страну. Он успел перевезти Запорожсталь за Урал. А на секундочку, это 12 тысяч вагонов. Вы можете себе представить? Нет, сложно. Перевезти производство, целый город, огромный город, перевезти за Урал. Это одно предприятие из сотен подобного масштаба и тысяч маленьких. Мы не можем один мост построить, кирпы, и радуемся. Боже мой, мы построили 5 развязок и 10 тысяч километров дорог за 20 лет. Тогда перевезли такое количество, построили снова, запустили, снабдили. То есть, понимаете, вот это вот за счет, мало кто понимает, но экономика побеждает в войне. Экономика побеждает в войне. Только экономика. Ну, плюс, конечно, самоотверженность народа, готовность умирать за свою страну. Ну, то есть, нет, это я не умоляю. Но экономия, без экономики никакая победа невозможна. То есть, 12 тысяч вагонов, это вот надо понимать. А потом его вернули обратно, отстроили, в 47-м году превысили показатели 40-го года по производству. Вы представляете? Причем до конца 45-го года разбирали завалы с женщиной и дети. Не было мужчин. Давайте вернемся к стратегии. Вот я продолжаю утверждать, что каждое правительство в Украине имело свою стратегию, свою программу. Они печатали, становились на полке и благополучно у многих продолжают стоять. Что не так? Почему стратегии написаны тысячи, но это ничего не работало? При Кучме был системный научный подход. Да, они были несовершенны, но у него были, вот если посмотреть на его просто обращение к парламенту, у него были очень четкое понимание. То есть, у него было там, пенсионная реформа была, отдельное к каждому посланию были, ну, такие стратегические документы, которые потом, собственно, должны были исполнять правительство, но они там не всегда исполняли, а потом, когда его сломали, а его на самом деле сломали делом Гангадзе и акции Украины без Кучмы, не без, уверен, наших соседей, не без Медведчука, который был в его окружении. То есть, это наша традиция, это отдельную, могу посредить, программу о том, как Украину ломают, чтобы она не развивалась, внешние силы. И, ну, конечно, ему уже потом, в конце второго срока, было уже все равно. Но до этого он строил стратегическую страну более-менее, понятно, с кучей недостатков, но, тем не менее, какой-то научный подход, который вклад внесли, там, Разумков старший, Рогар Булин, который тут у вас, я с великим удовольствием его слушаю теперь, ну, и другие, Гейтс и так далее. То есть, люди, которые, ну, хоть как-то понимали, что такое наука и как ее использовать надо в развитии страны. А с 2000 года существовал закон о стратегическом планировании. Не помню точно, как он назывался, но не выполнялся. Да, после Кучмы это было уже смешно. Это были программы, типа, украинский там прорыв. Просто это писали пиарщики. То есть, это никакого отношения к стратегическому планированию не имеет. Это пиарщики. Пиарщики не понимают. То есть, Виктор Ющенко уже обходился без программ? Да. Ну, если честно, да. То есть, это было ни о чем. Так, хорошо. Ющенко, это даже при Януковиче была попытка. Я тоже работал в Минэкономике, но это было тоже далеко не. Там были правильные вещи. Но я вам приду пример, да. Нет, не надо пример. У нас мало времени. Давайте пойдем дальше. Сегодня, несмотря на то, что все критикуют, я лично критиковал за то, что отсутствует там стратегия два года назад на всех эфирах. Зеленский не перестает меня удивлять. он слышит. И многие вещи, которые я предлагал публично, они не факт, что он услышал меня, но он услышал кого-то другого, наверное, да. И он выполняет. В национальной безопасности в секторе есть достаточно такая более, скажем так, точно более эффективная, чем все предыдущие стратегии национальной безопасности и обороны, утвержденные в прошлом году, в сентябре. Там прописаны все, скажем так, угрозы. И там прописана, например, угроза вражеской пропаганды или там недружественной пропаганды. И тут мы видим уже реализацию. То есть записали в документе и реализовали решениями СНБО, создали центр, он плохо, хорошо, медленно там, да, он начинает работать. То есть есть... Нет, ну подождите, министерство, что там у нас было информация, которая была создана при Петре Порошенко, оно работало, целое министерство, оно тоже занималось приблизительно тем самым. И они вырастут, то есть не, 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 стоп, стоп, стоп. То, что они там делали, это такое. Ну Порошенко был партнером, ну, словно говоря, Путина по грабежу Украины. Нет, нет, мы сейчас вот конкретно про информационную политику, борьбу с пропагандой. То, что они рассказывали, они обманывали народ, как Путин обманывает свой народ и наш народ, так и Порошенко. То есть это близнецы-братья. То есть Путин и Медведчук или Медведчук и Порошенко это близнецы-братья. То есть они устроили, ну, посмотрите на их канал. То есть это фейк на фейке, и это постоянная манипуляция. То есть манипуляция за манипуляцией. То есть они ничего позитивного практически не делают. Я не критикую журналистов, но руководство и спикеры, которые у них приходят в эфиры, и которые сидят в эфире, то есть это не журналисты уж точно. То есть это то же самое. Те же темники, та же история, я это хорошо знаю, но уж точно. То есть сейчас действия Владимира Зеленского вам кажутся стратегически... Ну, смотрите, вот куча примеров, когда это записано в документе, и это начинает выполняться. Пожалуйста, в та же программа экономического развития 2030. Там четко записано... Ту, которую кабинет министра недавно... Да, 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 стимулы для инвесторов, принят пакет законов за год. То есть Зеленский, я просто хорошо знаю, что такое парламент, работал там помощником и консультантом, комитетом и так далее. То есть за год это очень быстро. Пакет... Он в Давосском форуме заявил о том, что нужен пакет стимулов для инвесторов, там так называемые инвестняния. Мне не нравится это название, но тем не менее пакет стимулов, пакет законоприентов был принят через год. Нормально, круто. Ну, то есть... Тогда давайте немножко по другому. Вопрос другой, будут ли они выполнены и насколько качественно они будут выполнены. Это отдельная история. Это вот за этим надо следить, и это надо, ну, скажем, внедрять в жизнь. Но я вижу, что это происходит. Записали, выполнили, там, технопарки, записали пакет стимулов, выполняют. То есть я знаю планы, что обсуждаются, сейчас до конца еще конденсивные, могут не успеть, потому что там есть большая дискуссия, какие стимулы. Но это уже обсуждается и на том же Совете регионов, региональных конгрессий, региональных влад. То есть этот процесс, вот записали, выполнили, он просто вот постоянно работает. Я вижу в этом по многим параметрам. И это супер, это надо поддерживать. Другое дело, что по нюансам, да, я готов критиковать целый час программы. Сейчас не о критике. Сейчас вот я не о критике. То, что вы сейчас сказали, это интересно. Давайте немножко вот к чему вернемся. Вы сказали, что главное, чтобы была стратегия. И вот записано, выполнено, это хорошо, это понятно. Давайте вернемся к стратегии. Вот вы сегодня, как человек, который занимаетесь стратегиями, призываетесь, чтобы стратегии существовали. И это очень важно. А как вам видится, какая стратегия сегодня у президента и его команды? Мы строим там, я не знаю, развитую промышленность, или сельскохозяйственную страну, или мы там какие-то отрасли. Как выглядит сегодня стратегия президента и его команды? Вот вы ее видите, вы ее понимаете, то нам тоже при откройте завесу, нам интересно. Что он декларирует по его декларациям? Он строит комфортную страну для людей. Это абсолютно правильно. Это то, что говорила, условно говоря, Наталья Глоба, что в программе правительства не хватает достаточно индикаторов именно качества жизни людей. Но, насколько я понимаю, это не тезис райтеров. Это тезис, который глубоко сидит у него в голове. Комфортная – это же не стратегия. Стоп, стоп, стоп. Это цель. Это цель. Так, вот. Это важно. Если у человека цель главная, комфортная жизнь для всех граждан, это важно. Другое дело, что, ну, есть ли понимание всех деталей, как этого достичь. Вот здесь я хочу… Нет, есть ли стратегия? Вот детали – это же не стратегия. Я понимаю. Стратегия, ну, их… Ну, то есть, есть понимание, что нужно стратегировать все отрасли. И они, та же стратегия регионального развития, достаточно качественная. Там есть, я тоже могу ее критиковать, но она все равно на голову качественнее, чем все предыдущие, которые были приняты, если я правильно помню, в конце 19-го года. Дальше. Комплекс документов, то, что я говорил, который уже утверждается на основе национальной стратегии обороны. Программа, вот это экономическое правительство 2030, национальная экономическая стратегия, она уже на голову лучше, чем все, что было предыдущее, потому что есть конкретные показатели, есть конкретные механизмы и есть конкретные цифры, на которые нужно выйти. Я правильно понимаю, что все это укладывается в одну стратегию какую-то? Да. И она, мы ее видим. Что мне не хватает? И об этом говорила Наталья Глоба. Мне не хватает институционального, то есть закрепленного в законодательстве системы стратегирования и планирования, чтобы постоянно, то есть это было не просто в ручном режиме, а чтобы этот механизм, этот институт постоянного сверки и проверки выполнения стратегии ежемесячно, грубо говоря, ежемесячно, чтобы власть и разные институты власти проверяли, а это соответствует или не соответствует, или что-то надо поменять, или что на следующий год нам нужно внести изменения, и параметры другие были, то есть насколько мы успели. И это, собственно, должно быть критерием для каждого министра, для каждого чиновника, чтобы он каждый день мог ответить на вопрос четко и понятно, что он сделал для того, чтобы Украина была технологическим лидером в мире и в каких отраслях. То есть в каждой своей отрасли должен четко и понятно это ответить. Вот можно маленький вопрос в отношении стратегии? Маленький, да, и, к сожалению, будем завершать, потому что я не знаю, что будет такой глобальный. Вот смотрите, закон о локализации, маленький кусочек, составляющий какой-то там промышленный, политик, я не знаю. Вначале он инициируется, принимается в первом чтении, потом сейчас он, я так понимаю, отменен. Вот все-таки, исходя из вот маленького такого закона, какова стратегия? Что делаем? Промышленность развиваем или нет? Вот вы мне объясните, вы видите вот тут, какая стратегия? Чего мне еще не хватает? Вот в той же программе правительства. Что бы я сделал? Я бы собрал ученых, причем разных ученых, допустим, в той же металлургии или в той же машиностроении, не только физиков и химиков, но и финансистов, и даже журналистов, ну, чтобы с разных сторон смотреть на проблему. Но журналистов не в том смысле, в котором мы все понимаем, а аналитиков, да, скорее так, аналитиков. И дал бы им задачу изучить мировые рынки в этой отрасли. Вот просто за три месяца прочитать все, что есть от футурологии до научных работ глубоко по этой отрасли и смежным всем отраслям. И предложить, что конкретно и какие рынки мы в мире захватим за ближайшие 30 лет. Сможем захватить. И где есть перспектива для нас. И построить... То есть там должны... Этим пользовался Советский Союз. Когда очень разные люди из разных отраслей по каждой отрасли давали такие... Это просто механизм, который использует весь мир на самом деле. Без этого... Это первое, что бы я сделал. И на основании этого дополнение к этим стратегиям всем. В том числе, в первую очередь, экономической. То есть уже конкретику, какие отрасли мы в каком году захватим, а под это бюджетирование. Не зря нам, западные партнеры, столько лет втюхивали, говорят, ну когда же вы это внедрите? Ну там Маркарова наконец внедрила как министр финансов. Но понимания у элиты нету, что сначала мы должны... Что мы строим? Потом сколько мы денег на это потратим? И мы должны это расписать не... Ну на три года, как они нам... Ну это супер. Но мы должны это расписать на 30 лет на самом-то деле. То есть, чтобы построить отрасль, если нужно в нее вложить. Артем Петренко был сегодня у нас в прямом училии, за что мы ему благодарны. Артем, спасибо большое. Рады были вас видеть. Спасибо вам. И конечно мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другому партнеру Медицинскому центру призма. Оставайтесь с нами. Это был Укрлая ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова